Виновный смертельной аварии экс-глава ГИБДД Кузбасса хочет выйти досрочно. Адвокат Юрия Мовшина подал ходатайство в суд. Напомню, в апреле 2016 года Юрий Мовшин спровоцировал аварию, в которой погибли три красноярки и одна кемеровчанка. Сам Юрий Мовшин не пострадал своей вины, экс-глава ГИБДД не признал. Но в январе 2018-го Абаканский суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима. В силе оставил приговор общественницы Натальи Подоляк Краевой суд. Ее осудили за нападение на полицейского во время митинга 5 мая. Женщина пыталась обжаловать штраф в 150 тысяч рублей и добиться пересмотра дела. На заседании 20 июня судья не удовлетворил жалобу Подоляк и оставил приговор без изменений. Теперь общественница планирует подать жалобу в Верховный суд и, возможно, в Европейский суд по правам человека. Ответственных по жалобам на мусорную реформу назначат в крае идеи, принадлежит губернатору. Александр Ус предложил ввести разъяснительную работу с жителями, чтобы в каждом районе и округе был представитель, способный оперативно реагировать на вопросы жалобы и предложения людей. 80 километров федеральной трассы Сибири отремонтируют в крае. В этом году обновят 82 километра трассы, работы ведет Федеральное управление автодорог Енисей. На обходе Красноярска восстанавливает водоотводы, дорожное покрытие, укрепляет обочины и меняет барьеры, а также знаки. Работы проходят на участке протяженностью 27 километров. Редактор субтитров А.Семкин